Воевал в Сирии, но потом бежал в Россию. В Магнитогорске осудили наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации. Репортаж Светланы Свечкарёвой. Наемника поймали, когда он сбежал из Сирии домой в Россию. В нашем распоряжении оказались оперативные кадры, сделанные сотрудниками ФСБ. На видео видно, как силовики, они там в штатском, специально, чтобы террорист не раскусил спецоперацию, раньше времени не сбежал, скручивают руки боевику. При нем находят пистолет с глушителем, переделанный из травматического оружия. Магазин полон боевых патронов. Допрашивают прямо на месте. Что, находился в Сирии? Находились в Сирии? Когда? Два месяца, три месяца. Жителя Магнитогорска осудили за то, что он воевал в Сирии. На стороне преступной группировки она входит в состав Аль-Каиды и запрещена в Российской Федерации. Информация о боевике засекречена, но известно, что он родился в Средней Азии, но в раннем возрасте переехал вместе с семьей в Магнитогорск. Закончил школу и перебивался случайными заработками. Боевики завербовали его в интернете. А сначала он приехал в Турцию, а потом нелегально с проводником. Перешел границу с Сирией. Попал в город Алеппо. Его направили в тренировочный лагерь боевиков. То есть всю весну он обучался стрелковому делу, обучался каким-то религиозным наукам. И в июне, в мае 2015 года он уже участвовал в боевых действиях. Интересный факт, что оружие для обучения войны наемнику пришлось покупать за собственные деньги. За автомат Калашникова он заплатил 700 долларов. Видимо, Аль-Каида все-таки переживает не лучшие экономические времена. Несколько месяцев он участвовал в обороне города Алеппо. Но когда понял, что его готовят смертники, сбежал в Россию. Здесь его уже встретили сотрудники ФСБ. Мусульмане и Челябинской области уже выступили с резкой критикой этого поступка. Так, например, имам Кыштыма считает, что джихад, ради которого боевик и поехал в Сирию, ложная причина. Ведь само это понятие предполагает именно защиту дома, а не отстаивание чьих-то коммерческих интересов. Джихад на других территориях имеет право объявлять только правитель этого государства. Если речь идет о России, такую войну имеет право объявлять наш президент. Человек, который сам принимает такое решение, нарушает законы ислама. Ближайшие три с половиной года наемник проведет в тюрьме. К такому решению пришел суд Магнитогорска. Нужно добавить, что наказание было смягчено, потому что он полностью раскаялся и признал свою вину. Светлана Свечкарева, Артем Большаков, ОТВ.